Правда, я бы стольким людям мог помочь, но я не знал. Но теперь буду знать. Хорошо, что у нас есть запись. Можно все тщательно, спокойно переписать, записать, обдумать, адаптировать под себя и потом использовать. Это очень мощно. Спасибо, пастор. Я хочу прочитать два коротких рассказа. Один я давно написал, и он все-таки христианский в основном, направленность такая христианская, но по-разному можно выражать свои мысли. И творческий процесс – это такое интересное дело. Написано лет, не знаю, может быть, 10 назад рассказ. Я хочу, прежде чем я начну его читать, сказать вам вот какую вещь. Я хочу вам сообщить, если вы не видите, что наш мир стремительно летит в ужас и кошмар. Стремительно летит. Семимильными шагами. Просто семимильными шагами. Я вот сегодня перечитывал этот рассказ и вдруг понял, я когда его писал лет, может, 8 или 10 назад, я думал, так резко я говорю, такое вообще, такие вещи. Я про ЛГБТ говорю, про вот эту тему, про голубых, про геев, про гомосексуализм лет 10 назад, и я хотел как бы посмеяться над ними, что это такое, знаете, как-то свою позицию заявить, такой в шутливой форме. А сегодня я смотрю, да когда детские лепят на лужайке. Просто детские лепят на лужайке. Я когда смотрю, например, какого-нибудь политического деятеля в Америке, смотрю, красивая женщина, ей 56 или 57 лет, у нее такой костюм красивый, лицо такое интеллигентное, умные глазки, очки. Она сенатор или министр, кто-то такой. И она говорит, у меня сын взрослый и дочь, и я горжусь, что он гей, а она лесбиянка. Я горжусь этим. Она мать, не бабушка их детей, и никогда ей не станет. Это что такое? Это Бог лишает разума рассудка людей. Правда? Власть лишает рассудка. Это самое страшное. И я тогда... Мне тогда казалось, это вообще как такое вообще... Как это? А сейчас просто вообще про детей сейчас что говорят? Ну, я не буду сейчас эту тему развивать, вы сами понимаете, да? Вы слышите, вы же читаете. Итак, рассказ называется «Разноцветная любовь». Два довольно ветхих, неуверенно держащихся на слабых ногах старика-педераста, поддерживая друг друга, медленно пробираются по людной, шумной европейской улице к своему старому, никогда не слышавшему детского смеха, обветшалому дому, где они душа в душу прожили вместе почти 50 лет. Я, молодой начинающий репортер муниципальной семейной газеты «Голубой листок», сопровождая их и с трепетом, и глубоким внутренним волнением еще и еще раз мысленно проговариваю заранее подготовленные вопросы предстоящего интервью. Трогательная история этих старых влюбленных недавно случайно попала на телевидение, и теперь вокруг них крутилась информационная карусель. Общественность жаждала подробностей этой большой, вдохновляющей любви. Когда мы, наконец, рассаживаемся вокруг стола, покрытого старенькой, но чистой и пахнущей свежестью желтой скатертью, аккуратно заштопанной в некоторых местах, я, прерывающимся от волнения голосом, задаю свой первый вопрос. Скажите, пожалуйста, наших читателей бесконечно интересует, как вам удалось пронести свою любовь через все эти долгие и, наверное, непростые для вас годы? Глава семьи, ссутолившись и, низко опустив седую, с большой плешью голову, долго молчал и только громко причмокивал своими влажными бесцветными губами. Потом, не спеша, извлек из кармана большой розовый с мелкими синими цветочками платок, громко высморкался и, наконец, слабым, дребезжащим голосом заговорил. Да всяко бывало, сынок. Настоящая то любовь, это ведь, понимаешь, ты труд. Иногда тяжелый. Понимаешь, разница в возрасте у нас большая, почти 10 лет. Пока, понимаешь, ты притерлись, пока узнали, оценили друг друга по-настоящему, сколько копьев-то было сломлено. Эй, и не сосчитать. Молодой он был, понимаешь, горячий, влюбчивый до чертиков. Шибко изменял мне поначалу-то. Ну и я тоже хорош. Если уж правду-то говорить, ревновал. Страсть как ревновал. Старик прерывисто вздохнул, закрыл глаза и помолчал. Понимаешь, бывало, нет его ночью. Час, два, нету. Я не сплю, мечусь, как тигр в клетке. Переживаю, понимаешь ты. А он приходит весь такой чужой. Не твое дело, говорит, где был. Как не мое? Я-то вижу, сердце же не обманешь. С булек явился. Сразу видать. Да и мужиками чужими пахнет от него. Уж я-то чую. Вот бывало и выясняем до утра. Чего, спрашивается, не хватало ему тогда. Зарплату я всю всегда, понимаешь, ты домой приносил. Не пил, не курил никогда. Дом полная чаша, как говорится. А ему все не имется. Голос у старика окреп, стал на тон выше. Да и сам он как-то приосанился, раскраснелся и оживился. Воспоминания нахлынули на него. Скажите, а как вы познакомились? Я тебе говорю, продолжал старик, не слушая меня. Дом полная чаша, понимаешь ты, полная чаша. Дедушка потряс в воздухе указательным пальцем. Одних тряпок я ему сколько покупал. А духов разных. Эй, и не сосчитать. Заливал его, понимаешь ты, духами. А он, гад, все бегал и бегал. Понимаешь, старик горько покачал головой. Детей не было у нас. Были бы дети, он бы так не бегал. Дети, они ведь, понимаешь, ты связывают, скрепляют супружеские узлы. Мы уже было и решили взять ребеночка в семью. Да все никак договориться не могли, кого нам брать. Я девочку хотел, а он мальчика. Вот и спорили с ним. Спорили, спорили, да так без детей и остались. Вот он и бегал, гад, пока не добегался однажды. Хозяин замолчал и неожиданно заплакал. Закрыв лицо платком, он плакал и плакал, не переставая. Повисла тяжелая пауза. Второй член семьи, худой, сгорбленный старичок, с крашенными, скорее всего, хной, длинными, завязанными в жидкий хвост волосами, как-то странно улыбаясь, все это время молча сидел, оперевшись руками на старую трость и никак не реагировал на рассказ своего супруга. Скажите, попытался я вернуть старика в реальность и заодно попробовать сместить разговор в шутливую плоскость. А как вы решали вопрос с тещей? Старик неожиданно перестал плакать, вытер покрасневший нос и непонимающим взглядом какое-то время смотрел на меня. Потом заговорил, пропустив мой вопрос мимо ушей. Я его так любил, так любил. Он зажмурил глаза и потряс головой. Да и он меня, я знаю. Он меня тоже любил. Только молодой он был. Очень, понимаешь, ты горячий. Увлекался сильно. Натура у него была такая увлекающаяся. Как-то пришел он поздно в очередной раз. Ну, ссориться стали. Он, понимаешь, ты ни с того, ни с сего вдруг говорит, что разлюбил. Разлюбил я тебя, Жорж говорит. Представляешь? Старый Жорж со страдальческим выражением лица протянул ко мне свои худые жилистые руки. Как разлюбил? Спрашиваю. А он болтает и болтает про любовь. Мол, влюбился, и что у него теперь есть новый молодой человек, и что он требует развода. Кровь ударила мне в лицо. Не помню, как схватил, понимаешь, ты вот этот вот стул, да и стукнул им его по голове. Возбужденный Жорж указал кослявым дрожащим пальцем настоящий рядом со мной старый гнутый венский стул. Ну, упал он, понимаешь ты, как подкошенный. Без сознания долго был. Я уж испугался, хотел с врачей вызывать. Но потом ничего, отошел. Старик улыбнулся и помолчал. Вот с того дня и живем душа в душу. Настоящая, понимаешь ты, любовь, тогда ты пояселилась в нашем доме. В раз перестал он бегать и влюбляться в придурков разных. Вот только молчаливый почему-то очень стал. Молчит, понимаешь ты, все время и все. По хозяйству в основном. Один без меня из дома ни-ни, ни ногой. Он у меня такой рукодельник. Вот попробуй-ка, сынок, печенье. Это его произведение. Хозяин дома с гордостью подвинул ко мне вазу с печеньем. Его старый, потрепанный жизнью возлюбленный, все с той же странной улыбкой, на морщинистом, плохо выбритом лице, так и не проронив ни слова, молча сидел напротив и думал о чем-то своем, о девичьем. Я думал, что я тут наворотил. А сейчас просто это детский лепет. Еще раз повторяю. Ну, это так. Но это проблема. Это проблема для матерей и отцов. Для наших девочек и для наших мальчиков сегодня. И еще один короткий, это короткий рассказ. В первом послании фессалоникийцам, в пятой главе написаны три стиха. Очень мощные. Всегда радуйтесь, за все, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе. Одно дело, ты читаешь вот этот стих, а другое дело, когда ты в реальной жизни называется «За все благодари». Женский рассказ для женщин. Вечер, тихо, одна, все перемито, перетерто на сто рядов. Кругом порядок и идеальная чистота. Муж в старом спортивном костюме спит рядом на диване, похрапывает, как всегда под мухой. Телевизор беззвучно показывает новости. Вот в Сирии окружили боевиков. Вот авианосец из Америки подкрадывается к корейским берегам. Вот. Господи, я устала. Сколько это может продолжаться? Уже 26 лет мы живем вместе. Уже дети выросли и разъехались. А этот, каждый божий день пьяный, приходит с работы, за ужином молча заливает в себя свою, будь она проклята, гадость, и все. Его снова нет. Я опять одна. Какое собачье терпение надо иметь, чтобы день за днем терпеть этот ад? Я больше не могу. За что мне это? Почему именно мне досталось это? Как жить дальше? Я не хочу больше. Я просто не смогу выносить эту пытку. Каждый день видеть эти чужие нетрезвые глаза. Господи, я уже боюсь себя. Я ненавижу этого человека. Когда-нибудь я потеряю контроль над собой и тогда. Он же отец моих детей. Мы же любили друг друга. Все начиналось так хорошо. Почему? За что мне эта кара? Невыносимо смотреть на это каждодневное гадство. Это ведь не человек уже. Боже, ты знаешь, сколько времени, сил и денег я вложила в него. Я сделала все, чтобы он чего-то достиг в жизни. Но он только пьет. Пьет, пьет и пьет. Я так долго прошу тебя изменить его. Хотя бы протрезвить, отвадить от этого зелий и ничего. Почему? Боже, ну почему? Почему ты меня не слышишь? Почему ты не хочешь мне помочь? Господи! Она заплакала. Слезы не катились, а лились по щекам. Захлебываясь ими, она вылой и кричала в потолок. Ей стало невыносимо жалко себя. Свою несчастную, загубленную жизнь. Который испоганил и скромсал этот спившийся безвольный урод. Господи, я же твоя дочь. Если ты меня слышишь, помоги мне. Сделай с ним что-нибудь в конце концов. Пусть мой муж навсегда протрезвится. Внезапно что-то изменилось. В комнате явственно возникло странное и необычное напряжение. Ее начало мелко трясти. Неожиданно для себя она сползла с кресла на колени и вдруг ясно и четко услышал внутри. Дочь моя, я слышу тебя. Но это ты виновна в том, что твой муж пьет. Я много раз показывал тебе это через свое слово. Ты узурпировала в семье власть, которую я дал твоему мужу. Ты сама взяла на себя всю ответственность. Ты забрала у него первенство и отцовский авторитет. Это ты выключила его из жизни и раздавила своими упреками. Я вижу твои слезы, но разве я не показывал тебе много раз истину? Почему ты не радуешься? Почему ты не благодаришь меня за твоего мужа-алкоголика? Разве тебе неизвестны мои слова? Всегда радуйтесь, за все благодарите. Тишина, звенящая тишина. Тело вибрирует, руки трясутся, и только ничего не ведущий, лежащий рядом муж тихо похрапывает. Неожиданно с языка начали срываться слова хвалы и благодарности Богу. Она с удивлением вслушалась в то, что сама же произносила. «Слава тебе, великий Бог! Спасибо тебе за моего всегда нетрезвого мужа. Спасибо, что он горький пьяница. Спасибо тебе, что я так долго мучаюсь с ним. Спасибо за то, что я своими собственными руками разрушила наш брак, когда захватила власть в семье и оттолкнула от себя своего любимого человека. Благодарю тебя, Боже, и славлю за то, что я такая глупая и самовлюбленная дура. Прости меня. Умоляю, прости. Я буду послушна твоему слову, которое говорит, что муж – глава жене. Спасибо тебе, спасибо. Слава тебе, слава, хвала. Благодарю. Слова неконтролируемым потоком лились и лились. Вдруг муж громко вскрикнул во сне. Лежа на спине, напрягся, выгнулся дугой, весь завибрировал, шумно вздохнул и затих. Он спал, не просыпаясь, почти двое суток. Потом, когда он проснулся, началась их другая, новая, счастливая жизнь. Слава Богу. Аминь. В первом послании фессалоникийцам правильно написано? За все благодари. Правда, да? Непрестанно молись, да? И я хочу спросить. Есть ли люди, которые не познакомились еще с Христом? Есть ли люди, которые хотят начать новую жизнь? Есть люди, сидящие здесь, я спрашиваю, кто, услышав о том, что Иисус Христос 2000 лет назад оказался на земле только потому, что нас любит и отдал свою жизнь за каждого из нас, чтобы мы могли быть прощены, чтобы наши грехи были смыты его святой, божественной кровью. И каждый человек, который узнает эту новость, которая называется Евангелие, в переводе с греческого «благая весть», «радостная новость», каждый человек, который слышит это сообщение о том, что за меня когда-то, 2000 лет назад, умер сам Бог, потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто в Него поверит, не погиб, а имел жизнь вечную. Каждый человек, вот я, например, о себе два слова сейчас скажу. Мне 74 года, 75-й. И я был офицером, 26 лет я служил в военном вооруженном флоте, я был грешник из грешников, как всякий военный человек. И однажды я услышал слово вот это, о том, что за меня умер Иисус, и что все мои проблемы, и все мои беды, и все мои страдания, они из-за того, что я не знаю Бога. И 18 лет назад я, услышав эти слова, выбежал вот сюда, вот на такое место, и сказал руководимый таким же вот человеком, который стоит здесь, я сказал, Бог, помоги мне, я больше не могу так жить, я больше не могу куркаться в одиночку, я уже все испробовал, я думал, что я самый умный, что я самый гордый, что я самый-самый-самый, но я в полном дерьме, в полном дерьме, и я сдаюсь тебе. Вот он я, возьми меня. И моя жизнь изменилась кардинальным образом. Я занимался бизнесом, и был в нищете, и в долгах, и в неудачах, и все так сверхъестественно поднялось. Сотни, в тысячи раз я стал больше денег зарабатывать. Но самое главное, что я изменился, изменилось все вокруг, мир изменился, люди вокруг меня изменили. Самое счастливое время моей жизни – это последние 18 лет. Слава Богу! Я еще собираюсь еще послужить Богу. И поэтому я просто не могу не использовать этот момент и не спросить, есть ли здесь люди, которые хотят, чтобы я могу помолиться. Я знаю такие скрытые волшебные слова, которыми можно помолиться и обратиться к Богу. Если есть такой человек, выходите, я за вас помолюсь. Вас как зовут? Оля. Оля? Оля? Да. Я Олег. У меня дочь Оля. Замечательно. Сестра Оля. И невестка попалась Оля. Еще есть? А еще придя в церковь, я познакомилась с этой девочкой Олей тоже. Да. И у нас есть день рождения 16 сентября. И первые дети у нас тоже. Леша, 2009 года. В общем, какое-то отзеркальное. А вы откуда вообще? На Одесской области Черноморск. Ага, ну вы здесь, да, сейчас живете? Да. Оля, короче, сегодня какое число? Давайте ты на я, с зеркалью тоже следим. А сегодня второе? Сегодня 3 сентября. 3 сентября 2023 года. Запомнили? Запомнили? Вы не волнуйтесь, пока успокойтесь. Я сейчас Сергеева зову. Нет, Артур. Артур, вы вышли зачем сейчас? Чтобы помолиться. Вы тоже услышали то, что я сказал? Да. Вы откуда? В Одессе. В Одессе тоже. Давайте вместе помолимся. Я буду молиться, я знаю слова, а вы за мной повторяйте. Повторяйте. Я недаром спросил, какое сегодня число? Третье. Третье сентября 2023 года. Это будет самый важный день в вашей жизни. Вот поверьте мне сейчас, просто на слово. Миллионы лет вы будете жить и вспоминать этот день. Вы согласны со мной? И говорит, какое счастье, что тогда я услышал, и вот теперь я. Миллионы, миллиарды, без конца это будет. Это просто нету дня важнее. Нету. Закройте, прикройте ваши глаза и помолимся. Повторяйте за мной. Дорогой Отец Небесный, я перед тобой. Прости меня, я грешник. Я осознаю это. И я раскаиваюсь в своих грехах. И я отрекаюсь от грехов и от дьявола. И прошу тебя, прими меня. Прими меня в свою семью. Господь Иисус, войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Запиши мое имя в книгу жизни. Я всем сердцем верю, что ты за меня умер, а на третий день воскрес, как написано. И теперь я имею вечную жизнь. И мои грехи прощены. И я свободен. Спасибо тебе. Я навсегда твой и твоя. Аминь. Слава Иисусу Христу. Поздравляю. Это самое важное. Самое важное. Сегодня первый день. Первый шаг. И начинается новая жизнь. Новая. Я за вас помолюсь. Прямо сейчас. Дорогой отец, Бог, я благодарю тебя за этих двух детей, новых твоих, которые только что сейчас родились, за девочку и мальчика. Это твои младенцы. Они отдали тебе свою жизнь. И ты, я верю, что ты услышал их молитву. И они спасены. И их имя записано в книгу жизни. И их внутренний человек родился заново. И это новое творение. И они теперь всегда будут с тобой. Спасибо тебе. Спасибо тебе за нашего Господа Иисуса Христа, который умер за нас и является нашим Богом навеки. Слава тебе. Аминь. Аминь. С Богом. Спасибо большое. Написано, что небеса радуются об одном кающемся грешнике. Аллилуйя. У нас сегодня тоже праздник. Сейчас все будет.